Всем привет! У нас сегодня необычное видео. Даже, скорее всего, это будет серия из нескольких видео, потому что в одно я просто не смогу это всё вместить. Но давайте для начала я вам кое-что покажу и расскажу всю предысторию. Итак, встречайте моё невероятное творение! Та-дам! Как вам это невероятное чудо! Расчудесное! Вы не пугайтесь, это действительно моё творение, но этому творению более 20 лет. Я недавно ездила к родственникам в свой родной город, и мне принесли вот это. Говорят, посмотри, как ты вязал раньше, как ты вяжешь сейчас. Это просто невероятно! Вы только посмотрите, он до сих пор живой! Я даже подумать не могла. На самом деле я не помню, как я его придумала, я не помню, как я его вязала. Я только помню, что для меня тогда это был успех. Я очень им гордилась, и я очень его любила. Я его берегла, я даже прятала его в шуфлядку, чтобы его лишний раз никто не трогал. Вот так вот было. Это действительно так. Но я не думала, что он до сих пор где-то есть. Оказывается, он был у моей племянницы. Причём эта любимая игрушка до сих пор. Мне отдали её под честное слово, сказали обязательно вернуть. Так что всё очень бережно, аккуратно и быстренько отдаём обратно, потому что малыша ждут и любят до сих пор. В общем, когда я увидела вот это, на самом деле я была потрясена. Он мне до сих пор и нравится. Представляете, столько лет, столько разных игрушек я уже связала. А мне до сих пор нравится этот малыш. Да, он весь страшненький, он истерзанный, он грязненький. Он тут распускается на спинке. Вот здесь, видимо, кто-то порезал и начал распускаться. В общем, ох, да, он прошёл огонь, воду, медные трубы и, наверное, что-то ещё. Потому что он в плачевном состоянии, но он до сих пор умиляет. Посмотрите на эти сердечки, на лапках вышитые, а на ножках, посмотрите. Ну разве это не прелестно? Беленькое сердечко даже до сих пор выглядит очень симпатично. А ещё мне очень нравятся глазки. Я даже удивляюсь, что я в то время смогла вот такие глазки вышить. Они очень симпатичные. И эти реснички, мне они до сих пор нравятся, эти глазёнки. Обалдеть просто! Так что вот, я решила его взять и восстановить, и снять для вас об этом видео. А потом я хочу сделать урок, как связать вот такого малыша. Не знаю, как вам, может, он не приглянётся, но мне кажется, он такой хорошенький. И деткам особенно он очень понравится. Я, конечно, схемку доработаю. Я её подправлю уже с текущим опытом. Может, добавлю какие-то новые элементы. Я подумаю над этим. Я ещё не решила, в каком цвете я вот эту копию свяжу новую. Но всё-таки хочу. Хочу сделать мастер-класс, хочу связать повторку, сравнить двух малышей. Но первым делом я хочу восстановить старого. Я, конечно, понимаю, что восстанавливать игрушку, которая вот в таком состоянии, это будет сложно. Гораздо проще взять пряжу и связать нового. Это всё понятно. Но я хочу именно восстановить старого. Восстановить его и вернуть племяннице в лучшем виде. Здесь наполнитель просто превратился в камень. Особенно вот в лапках он чувствуется, там такие бочонки жёсткие. Это просто невероятно. Что делается с игрушками за столько лет? С ума сойти! Но с другой стороны, обратите внимание, вот если кто-то сомневался в износа стойкости белорусской пряжи, то вот вам живой пример, насколько она бронебойная. Потому что, смотрите, да, конечно, он грязненький, он затасканный. Там, скорее всего, был песок, еда и всё что угодно, потому что с ним играли дети. Это всё понятно. Но обратите внимание, нитки целы. Это расползлась вязка. Здесь явно порезали, скорее всего. Но сами нитки, они целы до сих пор. И они в довольно неплохом состоянии. Я думаю, что если его отмыть, он вернёт свою яркость. На камеру он, кстати, выглядит довольно ярким. Но на самом деле он такой, знаете, заношенный, поношенный. У него такой вид. Но в целом это невероятно. Прикиньте, представьте, сколько лет, более 20 лет, сколько с ним играли, мыли сколько его раз. Я не знаю, наверное, тысячи раз уже накопилось за этот срок. И до сих пор эта пряжа живая. И она даже не скаталась. Что самое интересное, никаких катышек нет. Она потёртая, она изношенная, но катышек на ней нет. Вот такая вот удивительная вещь. В общем, я надеюсь, что вам моя идея тоже нравится, что вам нравится этот малыш. Мы его почистим, восстановим. Я вам его покажу, каким он станет. Я, конечно, вся на таком энтузиазме, на таких эмоциях, если честно. Мне очень хочется вернуть ему, ну, понятно, я ему не смогу вернуть тот вид, который у него был 20 лет назад, но хотя бы немножко его спасти, поменять вот этот наполнитель ужасный, чтобы он обрёл форму свою, чтобы лапчонки были с вот этой бахромой, а не с вот этими ошмётками. В общем, я берусь за работу. Следующий кусочек видео я сниму, когда уже постираю этого малыша. Мы вместе с вами, наверное, будем его набивать и будем смотреть, как дальше его восстанавливать. В общем, какие-то кусочки этапа восстановления я вам обязательно сниму. Так что, до встречи! Итак, первый этап пройден. Для вас прошло всего несколько секунд. У меня прошли уже сутки. Я разобрала малыша, достала весь жуткий старый наполнитель. Кстати, выглядит этот ужас вот так вот. У меня даже нет слов. В общем, вот такими вот комками это всё скаталось. Это похоже на какую-то строительную вату. Если честно, возможно, так оно и было. Потому что вряд ли у меня был какой-то качественный наполнитель в то время. Так, малыша я постирала несколько раз. Очень неплохо всё отстиралось. Обратите внимание, даже светлые сердечки на лапках отстирались. С ума сойти. Они были разрисованы то ли шариковой ручкой, то ли фломастером. Если вы помните, можете перемотать чуть-чуть назад, посмотреть, они были в чём-то синим. В чём, не знаю, но это что-то идеально отстиралось. Сердечки чистенькие. Я также уже поправила вот эту бахрому. Я стараюсь как можно меньше вмешиваться как бы в саму игрушку. Понятное дело, что все эти разудранные петли стоило бы вообще распустить и перевязать. Но мне хочется именно вот по минимуму её трогать и исправлять. Поэтому я просто взяла швейную нитку, подходящую по цвету, и соединила вот эти растерзанные места. Смотрите, какие получаются объёмные ножки с ума сойти. Когда-то они такими и были. Сложнее всего было с тельцем и головой. Смотрите, какая чистенькая мордашка. Какие у нас яркие глазёнки. Какая она кругленькая, как мячик. Чудесный получается малыш. С ним было больше всего проблем. Пришлось вывернуть его наизнанку и закреплять все петли. Низ тельца. Здесь где-то 4 ряда я полностью распустила, потому что тельце было просто истерзано. Не знаю, оно то ли разрезано было, то ли что. В общем, пришлось его распускать. У меня остались только вот такие кусочки. Здесь не целая нить, а вот именно кусочками. Я даже не знаю, переживаю, чтобы её хватило на восстановление этого тельца. Ну, будем надеяться, что хватит. Сейчас я буду его довязывать и набивать. Ротик я отпорола. Думаю, здесь вышить чёрненьким цветом ротик. Всё-таки розовым, такой же пряжей, которая здесь, вышитый ротик, он вообще не был виден. И вообще непонятно, почему я такого цвета была выбрала. Так, а всё остальное остаётся прежним. Значит так, сейчас я буду довязывать тельца. Держите за меня кулачки, чтобы мне хватило вот этих вот кусочков ниточек. Иначе не знаю, что буду делать. Придётся тогда тело укорачивать. Что ж, ладно, встретимся через пару секунд. Итак, вот я закончила тельца. Ниточки не хватило. Мне пришлось здесь экономить. Есть небольшие залысинки. Но я решила, что тут снизу будут ножки пришиваться. Они немножко это дело прикроют. Так что нормально. Смотрите, какой он получился пухлячок. Ой, был такой плоский, длинный. А теперь такой кругленький, компактный. Здорово. Всё, можно пришивать ручки. И ножки тоже. И малыш будет готов. Да, ещё не забыть вышить ротик обязательно новенький. Получилось неплохо. Вот такой в итоге малыш. Очень он круглый, очень пухленький, очень мягенький. Прям весёлый антистресс. По-моему, раньше он не был таким уж сильно круглым. Просто я явно вязала недостаточно плотно. Возможно, крючок был слишком неподходящий. И со временем вязка очень сильно растянулась. И сейчас, когда я его набивала, он прям стал таким карапузиком. Такой круглый-круглый прям шарик. Ну, неплохо. Я ещё немножко подправила личико. Вот теперь такой получился малышек. Забавный и хороший, и весёлый. Олицетворение забавного настроения. Всё. Теперь я буду записывать урок для вас, мастер-класс, как вязать такую смешную прелесть. Я надеюсь, что кому-нибудь он приглянётся, и кто-то захочет себе такого. С цветом пряжи я ещё не определилась, но я точно уверена, что делать вот здесь вот смешанную пряжу, то есть мешать, как тут, например, жёлтый и розовый, я точно не буду. Он так рябит. Это была плохая явно идея. Я думаю, стоит вот эту часть, вот это вот тельце вот здесь вязать каким-то одним цветом, таким же, каким и ножки, ручки, а шёрстку делать другим. Или хотя бы шёрстку делать смешанную, но вот эту часть точно нужно делать однотонную. Тогда и личико будет лучше видно, и голова, тело будет лучше видно, что отделена. А то сейчас как-то очень сильно всё смешивается, всё в куче. Но в любом случае он получился забавный. Снимая это видео, я закладывала две основные идеи. Во-первых, если ваш ребёнок довёл свою любимую игрушку вот до такого состояния, выдохните, успокойтесь, у вас есть все шансы более-менее привести её в приличный вид. Ну и вторая мысль. Если вы сейчас начали вязать или не так давно начали вязать, а может быть, вы очень юный рукодельник, и только недавно узнали, что такое крючок и пряжа, и у вас получается нечто вот такое непонятное, не волнуйтесь, с годами будет гораздо лучше. А пока просто творите своё удовольствие. Закладывайте в каждую игрушку душу, и она будет хорошенькой и любимой. И не важно, как она выглядит в глазах других. Всем пока-пока!